Ну а почему не можем вести военное положение, например, на Донбассе? Все же об этом говорят, но так ничего до конца и не понятно. Пересмикывание полягает в том, что говорят про военный стан по всей стране раз, а потом мы чуем такие разговоры, что, наверное, военный стан означает запроведение, например, хлебных карточек, або отключение интернету, або отключение недержавных телеканалов. Но это все не есть правдой, и про это нужно говорить. Другая система аргументов, ну, квази-аргументов полягает в том, что, мавляв, тогда Российская Федерація развяже полномасштабную войну. Полномасштабную войну она уже развязала. Если бы она могла воювать полным контингентом на территории Украины, Россия бы это делала. Она этого не делает только с оглядом на реакцию света. И, безумовно, еще чинник высокого героизма украинского суспільства, обычных украинских людей. Не политиков, не военно-начальников, а обычных украинских людей. Цего они не ждали. Такого спротиву саме суспільства, российской агрессии, цему русскому миру, они, правда, не ждали. Ну, вот это как бы оправдание то, о чем вы сейчас говорите, да, почему мы не вводим. Ну, а в принципе-то военное положение помогло бы, как вы думаете, вот в этой ситуации на Донбассе? Лише сам военный стан, звичайно, нет. Но комплекс заходов, который, безумовно, включает и военный стан, то это вещь, которая необходима. В конце концов, это еще один додатковый сигнал света про то, что Украина перебывает в ситуации, фактически, войны. Хотя, вот мы признали Российскую Федерацию Украину и агрессором, при цьому мы с ней не разорвали дипломатичных стосунков. Ну, от как так может быть, так? Тобто, мы уже признаемо, что Россия здействует агрессию на Украину. В тот же час, мы зберегаем с ними дипломатичные стосунки, ніби у нас это нормально в дипломатичных взаиминах. Так само, нібито, не запроваджуючи санкции, мы продолжаем торговать с Россией. Мы продолжаем обеспечивать Крим электроэнергию, куповать электроэнергию у Российской Федерации. Те же самое товарами першої необходимости. Те же самое транспортное сполучение. Тобто, фактично, от, українська влада воює, так би мовити, наполовину.